Здравствуйте! Вы смотрите программу «Крупным планом». Я, ведущая Юлия Нацаканова, как всегда, продолжаю вас знакомить с известными и интересными людьми. Сегодня у нас в гостях артисты, обладающие врожденной харизмой, ярким темпераментом и неповторимым музыкальным репертуаром. Я спешу вам представить певец-композитор Олег Газманов. Олег Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Всем привет! Сколько я к себе узнал сейчас за последние секунды? Ваши композиции, они в основном все о любви, о чувствах, о патриотизме, но в то же время есть и морская тема. Откуда такая любовь к водной стихии? Ну, наверное, нет таких людей, которые не любили бы море, озера, реки. Это так красиво. Во-вторых, я закончил высшее инженерное морское училище в Калининграде. Я три года ходил в море. У меня вообще специальность рефмеханик, то есть судовые и холодильные установки. Вот. И мой первый рейс был, когда я был курсантом, это было в 1971 году, я сразу попал почти на 6 месяцев без захода в порт. Вот. И, конечно, я родился в Калининграде, это Прибалтика, в берегу Балтийского моря я часто очень бывал и бываю. Поэтому, когда я вообще бываю в городах, которые близко к морю, в том числе и в Санкт-Петербург, и, конечно, у меня такое ощущение хорошее. В легком вздохе Балтийского ветра еле-еле качается еле. Когда ты долгое время проводишь в море, нет ощущения монотонности, вот такой вот, какой-то тревоги, может быть? Нет такого? Да нет, тревоги нет. У меня не было никогда. И более того, у меня такой стимулярный аппарат вообще не укачивает никакими штормами. Но вот я почему ушел из этой специальности, из этой профессии? Именно из-за монотонности. Потому что одно дело, когда рейсовый пассажир, шкурис, там, заходы, а когда ты 5 месяцев практически без берега, и фактически не можешь отличить один день от другого, я встречался с одной девушкой, она меня спросила, когда я пришел с рейса, говорит, ну как, расскажи что-нибудь интересное. Я стал вспоминать, я понял, что за эти 5 с лишним, почти за 6 месяцев мне не о чем рассказывать. Было несколько эпизодов, которые можно как бы вытащить из этого всего. И когда ты смотришь на море, и море у тебя не так уж, что сзади горы или берег там, а впереди море, а море вокруг. Ты выходишь на палубу и со всех сторон в горизонт. Это сначала красиво, потом не обращаешь внимания, потом вступает период монотонности, и когда ты не можешь вспомнить ничего из того, что было у тебя за 5-6 месяцев, я задумался о том, что то, что ты не можешь вспомнить, то можно вычеркнуть из жизни. Поэтому я такую фразу еще тогда придумал, что жизнь — это не количество прожитых лет, а сумма накопленных впечатлений. Ну это действительно так. Можно, например, монотонно в бытовой жизни проживать жизнь, а какие-то яркие моменты они с тобой навсегда. Надо копить яркие моменты. Я знаю, что ваша мама хотела, чтобы вы стали медиком, но вы не стали погружаться в науку, отдали предпочтение музыке. Что послужило переломным моментом? Ну я не стал медиком, потому что у меня отвратительный характер, и я все время противодействовал. До сих пор у меня это есть. Если что-то мне навязывают, то я абсолютно не буду это делать. Что касается всего остального, это долгая история. Я вообще долго шел к тому, чтобы стать профессионалом в музыке, композитором, поэтом. У меня как-то сразу все это получалось, но это как бы было параллельно. И мы все думали, что я буду все-таки заниматься наукой. Я и занимался, и писал диссертацию, и там все было хорошо, и достаточно успешно. Но в какой-то момент я себя не смог представить таким ученым. Я не смог представить. Я понял, что мне как-то эта монотонность наступает. И я подумал, что я буду жизненно заниматься, найти такой путь, найти такую профессию, найти такое место в жизни, чтобы я мог делать только то, что мне нравится, от чего я получаю удовольствие, где я могу развиваться в этом и так далее. И встречаться только с теми людьми, которые мне интересны, а не те, которые нужны мне для карьеры и так далее. У меня какие-то принципы потихонечку вырабатывались. А так как музыка была всегда рядом, уже я сначала на танцах играл, потом уже поступил в музыкальное училище, уже после того, как я преподавателем работал, был инженером. И с тех пор я как-то нашел себя, но это было очень непросто. Я и спортом занимался еще, тоже, в общем, настойчиво, профессионально. Я вообще считаю, что Господь нам дает какую-то дорогу, разные дороги. Но свою стезю мы сами должны найти и уже по ней продвигаться. И вот сейчас я могу сказать, что да, все-таки то, что я хотел, я достиг. Но это было очень непросто, это не значит, что ткнул пальцами и пошел. Но теперь я вот на своем месте уже много лет. Действительно, Бог нам дает все вот возможности, да, дороги открывает и дает нам выбор. И человек сам выбирает, куда ему идти. Всегда начало любой карьеры, как правило, это сложный путь. Вот начало вашей карьеры, как вы вот так характеризуете? Это было что-то все-таки такое легкое и стремительное, или это было вот долгое, кропотливое время? Это было очень долгое и крайне непростое время. У меня на моем пути такие события были, когда уже мне казалось, что мне вообще не надо. Я отказывался уже быть певцом, потому что у меня были проблемы со связками, я не мог петь целый год. И невозможно было понять, смогу ли я дальше петь. Как композитор я показывал свои песни, и мои песни брали. Вот Валера Левантьев пел уже 4 или 5 моих песен. Там Маша Распутина, Алла Борисовна взяла, по-моему, 12 песен, так, кстати, ни одной я не спела. Но в этом пути. Но, к сожалению, по крайней мере, у нас в стране композиторы не имеют адекватные гонорары. То есть, если ты в топе совсем, прям вот таких 1-2-5 человек таких, то можно на это жить. Если ты сочиняешь там 1-2 хороших песни, то ты не получаешь возможность дальше сочинять в этом направлении, не работая параллельно, там, не знаю, дворниками или там еще кем-то, чтобы поддержать хотя бы жизненную свою позицию. Даже не уровень жизни вообще, выжить просто. Поэтому я понимал, что мне нужно ва-банк идти. Но я так верил в то, что у меня получится, и так хотел этого, самое главное. Так мечтал, что мне стало все это сниться. Что я выхожу на сцену, передо мной огромное количество людей, какие-то 100 тысяч человек, и они все поют мою песню. Еще я не знал, какую, но это моя была песня. Я так этого хотел, что вселенная прогнулась, мир не выезжал и треснул под моим напором. Я вот здесь, пожалуйста. Это значит, какая-то была очень сильная мечта, потому что, когда действительно человек очень чего-то хочет... Я уверен абсолютно, что если ты очень сильно этого хочешь, то это материализуется. Вот молитва, не что иное. Если человек истово молится, все получается, Господь идет навстречу. Вопрос может быть немножко тривиальный, но тем не менее, написание текстов и музыки довольно сложный процесс. Да, и не каждый это может. Написать хит, создать хит, тоже непросто. Есть какая-то формула успеха песен? Невозможно, мне кажется, просчитать. Взял лист бумаги, написал хитовые стихи, взял, значит, сел на инструмент, или там в голове сочинил мелодию, или там еще все это хорошо спел, вот тебе и хит. Ничего подобного. Еще вступает масса факторов. Например, появляется куча посредников. То есть, например, аранжировщик. Ты, например, в голове чувствуешь, что у тебя вот так должен звучать, а у него в голове, может, другое. Может, он наслушался, например, Бетлов, и он хочет, чтобы как у них звучало, и так далее. Это очень сложно все. Это такой процесс. Потом, например, если ты делаешь клип или съемку, то у режиссера клипа, и у них свои тоже в голове, значит, и у тебя одни образы, у него другие. И еще вступает такой фактор времени. Например, в свое время я написал песню «Эскадрон», и тогда это было, видимо, нужно. Потому что она разошлась, она была 18 месяцев в самом значимом хит-параде страны. 18 месяцев, полтора года не слезала. А сейчас, если бы я написал «Эскадрон», я на 90% уверен, что не было бы такого эффекта. Она бы, может быть, заметная была песня, но, может быть, так не увлекла бы. Сейчас другие интересы, другие моменты. Поэтому вот все эти факторы учесть. Еще как споешь там, например, как ты смог это реализовать. Например, у меня бы есть масса песен, но не таких известных, которые, может быть, кто-то из других артистов бы спел лучше, чем я. Они бы стали хитами, понимаете. Но я для себя сочиняю, я пою, и одни песни становятся, песни становятся, другие нет. Поэтому это очень тяжелый такой... Это коллективная, получается, работа. Даже не то, что тяжелый. Это, как вам сказать, очень многогранный и сложный процесс, и предугадать невозможно. И вот это смешно даже говорить. Какой рецепт? Какой рецепт? Напишите гениальные стихи, гениальную мелодию, гениально это спойте, значит, чтобы все это правильно записали. Там еще сценография на сцене, в чем ты еще выйдешь. И чтобы это совпадало по времени все это. Я знаю, что вы активный пользователь социальных сетей. И сейчас в интернете очень много различного контента. С одной стороны, это легко. Новые технологии, да, ты можешь что-то выложить и о себе рассказать, привлечь внимание к каким-то новым проектам. Как вы думаете, успеха проще добиться сейчас, сегодня, или, например, лет 20-30 назад. И сейчас, и тогда, всегда нам Всевышний дает какие-то препятствия и сложности. Просто простым не бывает Путин. Вот сначала говорили, у нас такая в Пресельском Союзе идеология, невозможно там пролезть с какими-то другими песнями, только чтобы про партию было хорошо или там еще что-то. И мы все тоже ругались тогда, что нам не давали это сделать, и то не давали, и другое. У меня прям реально был момент, я сочинил песню про Ямайку. У меня была песня, очень довольно известная тогда. «Мне снится», «Нача», «Ямайка», и припев такой «Реги-реги», «Танцующий остров». И я пел с сыном еще, с Родионом маленьким. И мне ее не приняли, был хуссовет. Сидела такая женщина, очень пожилая, которая курировала от компартии вот эти все вокально-инструментальные ансамбли. Она сказала, в этой песне нет. А я прорвался к ней, хотя это нельзя было, я прям в лес, где комиссия сидела. «А почему вы запрещаете?» Она говорит, «Потому что вы пишете про какую-то регей-регей». Она даже не понимает, что это такое. Я говорю, «Так это направление музыки просто, такой реги, стиль такой, на Ямайке». Она говорит, «А вот почему вы про Смоленск не пишете?» «А вот про свою эту Ямайку обязательно там». Ну, я возмущен, конечно, был. Я говорю, «Ну, я…» Я говорю, «Вы не имеете возможность мне не принять?» «Как же?» Она говорит, «Нет». Ну, такое время было. Но тогда, например, если ты в утренней почте или еще в пару передач таких телевизионных попадал, и песня достаточно удачная была, это все, это был суперхит. И тогда все газеты примерно тоже одно и то же писали. Плохих новостей практически не было. Вернее, не были. Но не в таком количестве в прессе, как сейчас. Сейчас все наоборот. Сейчас плохие новости пользуются большим рейтингом, да? Поэтому сейчас просто их притягивает вообще. И такое ощущение, что мы живем вообще непонятно. Да, вот так было. Сейчас тоже сложно. Потому что все можно, во-первых. Ну и что, больше произведений появилось хороших, если все можно? Ничего подобного. Во-первых. Во-вторых, если раньше ты мог пробиться на центральной телевидении, тебя почти все услышали, сейчас ты можешь до посинения петь во всех утренних почтах, но есть группы людей, которые вообще не смотрят телевизор и не слушают эти почты. Особенно молодежь, у них уже своя ситуация. Они сидят вот в гаджетах во всех, в этой виртуальной реальности, и там общаются друг с другом, им ничего больше не нужно. И это тоже и хорошо, и плохо. То есть мир так развивается, и, видимо, для того, чтобы чего-то достигнуть, все равно нужно пройти вот этот фильтр, который есть в таких сложностях, без которого невозможно что-то получить. Это, наверное, правильно. Эволюция. Прошло время. Сейчас чем занимается Родион? Ну, он закончил в Англии колледж, потом закончил финансовую академию с красным дипломом в Москве, Московскую финансовую академию. И занимался бизнесом, ну, у него примерно как у меня получилось. То есть, как бы, все у него получалось, довольно неплохо, и были в перспективе. Но ему это стало... Он понял, что это не его. Вот. И он вот сейчас такой камбэк совершил, то есть возврат в музыку. И я очень доволен. Я, конечно, волнуюсь за него, очень хочу, чтобы у него получилось. Но это почти невероятно сделать. Быть популярным там в 6 лет и возвратиться спустя там пару десятков лет и снова зайти на пьедестал. Это очень сложно. Сложнее, чем сразу попасть. Но он работает. И самое главное, что он счастлив. У него глаза горят. А вот когда он бизнесом занимался, у него не горели глаза, понимаете? Вот он делает так, как и я, в общем-то, по моим стопам. То есть он хочет и занимается тем, что он любит. И получает, сколько он за это получает денег, сколько там больше, меньше. Это уже не так важно. Главное, чтобы это хватало на жизнь, но зато он занимается любимым делом. А мужчина основной часть своей жизни проводит за работой. И если тебе не нравится работа, то тогда практически большая часть своей жизни ты несчастлив, правильно? Поэтому вот он ищет себя, уже нашел. Теперь ищет свою нишу вот в этом шоу-бизнесе и вообще в шоу, да? Потому что самое главное найти именно вот свой почерк, чтобы ты был узнаваем. Филипп и Марьяна, у них творческие успехи есть? Филипп занимается бизнесом как раз. Он организовал очень интересную компанию, она очень быстро прогрессирует. И по его просьбе я не говорю про это. Он хочет сам добиться определенного успеха и рассказать. Ему уже 22 года, он красавчик, занимается спортом, сутками проводит на работе. У него целая команда его единомышленников, ребят, которые тоже занимаются компанией в этой, да? Молодые, рияные, очень приятно на них смотреть. Вот, Марьяшка, но еще у нее только 15 лет. Вот, она за все хватается, себя ищет в этой жизни. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо у нее. Какие основные ценности вы закладываете в своих детях? Что вы хотите, чтобы у них было? Я хочу, чтобы они были счастливы. А это невозможно, как сказать, насильно сделать. Они должны много работать над собой, найти свой путь, опять же. Например, в музыку они уже не будут свой путь искать, потому что уже тяжеловато будет. И так у нас уже, значит, достаточно людей занимаются музыкой в семье. Вот, найти свой путь. А я только должен, что? Вот моя задача. Дать им хорошее образование, привить им, как бы, желание заниматься спортом, ну, поддерживать себя, скажем так. Не столько спортом, сколько поддерживать нормальный образ жизни, вести здоровый образ жизни. Вот, противостоять всяким сложностям, которые будут у них. Вот, и привить качество честного, порядочного, нормального человека, который может жить в этом обществе. И противостоять всякой дряни, которой у нас полно теперь. Вот, ну, что, и как это делать? Я, например, стараюсь, если вот я убежден, что, только своим примером, если ты хочешь, чтобы твои дети не курили, ну, ты сам не кури, например. Хочешь, чтобы спортом занимались? Занимайся спортом. Вот. Единственная проблема у меня, не единственная, вернее, одна из самых больших проблем, это то, что я редко встречаюсь с ними. А тем более, в последнее время, когда они сами уже заняты, вот, и мы просто, ну, есть в смартфонах, так по смартфонам, по этим, по видео и воспитывают. Вы говорите, неоднократно говорили, да, что очень важно для человека, вот, душевное состояние, хорошее, ну, и физическая форма. Как вы поддерживаете вот эти два жизненно важных ресурса? Ну, у меня есть масса всяких практик, такие, и некоторые из них просто индивидуальные, да, я, это можно долго рассказывать про это, и бесполезно. Что касается физического состояния, то, как минимум, у меня есть определенный вид зарядки, который для себя, вот, для себя адаптировал к себе, потому что у меня были проблемы с позвоночником, я вот мастер спорта по гимнастике, и такие травмы спортивные, они со мной, никуда от этого не деться, но я реально, ну, с этим живу, с позвоночником, с таким, я себя восстановил частично, и мне, я даже вот на ценности до сих пор делаю разные акробатические трюки, вот, и, ну, как бы, не свойственные моему возрасту, наверное, да, это благодаря тому, что я все время в тонусе. Как это достигается? Ну, если кто-то хочет поподробнее, пожалуйста, заходите на мой сайт официальный, www.kazmanov.ru Там я, просто именно даю эти вопросы от журналистов, я видео выложил, например, что я делаю в течение, каждое утро в течение буквально от 10 до 15 минут, и все. Но это я делаю каждое утро. Потом есть такие лайфхаки, значит, такие моменты, которые индивидуально подходят мне. То есть я себе говорю, что я буду отжиматься столько, сколько мне лет. Вот сейчас я отжимаюсь 68 раз, да? Но чтобы в следующем году отжиматься 69 раз, для этого мне нужно каждый день отжиматься, понимаете, каждый день. Я как-то болел, и мне врачи запретили нагрузки. Я где-то дней 10 не позанимался, я еле-еле вошел, догнал себя, как бы, да? Поэтому вот эта монотомность, она полезная. И нужно все время, в течение дня, организовывать себе какие-то нагрузки. Нужно организм прокачать. Еще один момент, он у меня еще с тех пор, когда я первый раз там в Москве появился, переехал и жил на 15 этаже 16-этажного дома. И мне не хватало нагрузки, и не было средств ходить там в спортзал. Вот. И я вниз спускался на лифте, а вверх я трусцой бегал. И пару раз в день, я как минимум туда-сюда ходил, вот, и я вверх бегал. Причем первые там месяца-полтора я раза три останавливался, да, пока бежал. Потом меньше-меньше, и прошло несколько месяцев, я сбегал, как конь просто там на 15-й этаж, тут же в душ, и целый день бодрый. Завязываю шнурки, не садясь на стул, или там обувь тоже надеваю, не садясь. Знаете, сел там, кряхтя там надел, нет, на одной ноге стоишь. И вокруг нас есть масса возможностей для того, чтобы себя держать. У меня нет времени ходить в фитнес-залы, там, еще куда-то, но у меня всегда есть пол, всегда есть там, какие-то моменты в стул, где можно поотжиматься там, порастягиваться и так далее. И полно сейчас, слава богу, в интернете этих упражнений, которые, главное, не лениться и иметь желание. Долгие семейные отношения, они основаны на чем? Любовь как страсть, это вспышка, которая не так, к сожалению, долго может длиться. И дальше же входят другие отношения, какие-то, ну, есть уважение, как минимум, развитие отношений. Ну, как бы, и желание, и возможность, и сила воли уступить в чем-то. И несмотря на то, что я вот с Моросией уже 30 лет, мы до сих пор притираемся. У нас такие еще испанские страсти возникают по мелочам. Но потом мы находим все силы садиться и разбираться, из-за какой фигни вот мы спорим или еще как-то. То есть, если мы дорожим друг другом, да, нашими отношениями, то я считаю, что вот такие отношения долгие, с уважением и вот с любовью, в большом смысле этого слова, они важнее, чем вот эта вспышка, которая может быть короткой. Потом у нас ответственность, у нас дети, да и много всего. И вы знаете, я, например, полюбил некоторые вещи, которые раньше на них внимания не обращал. Вот потому что любит моя любимая, моя жена. И она тоже сейчас, она говорит, если бы не ты, я бы никогда на эти авантюры не поддалась. Какие-то экстремальные моменты. Вот, например, я в последнее время, несколько лет уже, хожу на сапборде. Это такая доска на воде с одним веслом. Очень полезная штука, кстати, очень увлекательная. И вот она тоже встала на сапборд. Такая молодец. И мы буквально вот, сколько получилось, неделю назад вернулись из Венеции, где мы совершенно экстремально по каналам ходили на сапборде, где вокруг эти гондолы, катера проносились. Это вот так. Адреналин был, конечно, но мы справились, и мы счастливы, что вот у нас это получилось. И мы теперь, вот мы на озере Рийца ездили тоже. Довольно экстремально, там никого не было до нас, оказывается, в мире на сапбордах. Вот мы первые там стали, прошлись по этой красоте. И вот мы, когда что-то видим интересное, да, мы рассказываем про это друг другу, и вот вместе радуемся жизни. Вот как-то так. Мы говорили о том, что все встречи у нас в жизни не случайны, да, и Бог нам помогает вести нас, дает какие-то возможности. Вот вера, как вам помогает в жизни, и за что благодарите Бога? Я человек верующий, но не с рождения, не с детства, по убеждению. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что вера помогает. Я думаю, что люди верующие, может, они даже не знают, что они в Бога верят, в какую-то идею, вообще есть настоящая вера, они могут любые пытки, истязания переносить ради своей веры. Они очень стойкие в жизни, они идут вперед, и вера Господь им помогает, Всевышний, там, природа, как угодно это можете назвать. Что касается меня, я да, я молюсь, хожу в церковь, мне есть своя даже молитва. Я обычно говорю, что спасибо тебе, Господи, за то, что ты дал возможность отражать этот свет, который ты на меня направил. То есть, таким образом, я считаю, что моей рукой вводит рука Господа, когда я пишу стихи. Потому что, на самом деле, это действительно чудо. Это невозможно объяснить, почему вот так вот слагаются эти слова. И когда тебя, например, волнует то, что ты написал, и ты понимаешь, что это будет волновать еще тысячи, может, миллионы людей. Вот это, конечно, удивительно. То же самое, когда художник рисует, и он просто кладет краски, с одной стороны, то есть, ты можешь, не знаю, дать обезьяне кисточку, тоже она вот так вот будет делать. Но некоторые художники делают какие-то реализм полный, но это не волнует. А некоторые художники делают просто набор красок какой-то, и это так трогает, так волнует. То есть, вот это чудо в этом совершается, как и в музыке, когда шум генератора, это тоже колебания, эти акустические, их можно описать уравнениями. И, может быть, какой-то певец поет, как генератор, и он не трогает никого, как шум колебания, как шум. А некоторые поют так, что это трогает многих людей. Творчество, оно трогает, и иногда и помогает. Я знаю, что вы занимаетесь благотворительными проектами, поддерживаете их. Вот пару слов буквально, почему делаете это, и какими проектами занимаетесь? Ну, почему это понятно. Об этом долго рассказывать, даже неинтересно. неудобно. Я вообще не люблю рассказывать про это. Я просто помогаю, и стараюсь это делать не через фонды, потому что столько этих фондов, и столько, особенно в интернете, столько людей, которые так профессионально просят, и так профессионально все это сделано, что закрадываются сомнения вообще в подлинности этого всего. Поэтому я когда четко вижу это, ну, и не буду говорить примеры, какие у меня есть. Что касается вообще больших программ, у меня была такая, я вообще занимаюсь с разными проектами, и как продюсер. Ну, многие мои проекты известны, это «Господа офицеры», 10 лет была эта программа, и полных аншлагов, там, я просто, опять же, из-за монотонности, вот мы говорили, я уже... потом была программа «Песни Победы». Вот, потом другие у меня были проекты, например, проект такой «Прикоснись к сердцу ребенка». Это есть такой замечательный детский хирург Лео Бакерия. Вот, и мы продвигали, вот их, собирали деньги для того, чтобы делали операции детям, там, еще делали много разных вещей. Потом у меня есть проект, он называется «Даже не пробуй» против спида и наркотиков. Давали возможность вот спасать детей, которые рождались от вещей инфицированных родителей. Оказывается, по такие технологии медицинские, что они не заражаются вторично уже через молоко, через это, если их отделить от родителей, где-то 18, по-моему, месяцев отдельно, да. И они уже полноценные, здоровые люди. Заключительный вопрос в нашей программе. Вы считаете себя счастливым человеком? Вот, знаете, такой прямой вопрос, на который нельзя ответить. «Да» и «Нет». Но ты можешь быть счастлив в какое-то мгновение или там какой-то период времени. Потом это такое определение очень сложное, слово «счастье». И вот, короче, ты счастлив-счастлив. Вот такая, может, если это эмоция такая высокая, на которую нельзя держать вот так долго, потом ты видишь какую-то цель, и уже тебе нет, уже тебе свербит, что надо ее покорить. Новый альбом написать там или клип. И ты уже не счастлив, ты уже должен это сделать, иначе счастья нет, понимаешь. Сделаешь, поднимаешь глаза, а там еще одна вершина. Поэтому счастье – это период постижения, период преодоления. И счастье, когда этот достиг, преодолел вот на вершине, да, но вершина она вот такая вот. Потом опять идет спад и так далее. Но это одно из объяснений такое сумбурное, слегка, наверное, так. С другой стороны, вот что такое счастье? Вот мы живы, мы с вами разговариваем, улыбаемся, вот, у нас ничего не болит. Вот это счастье. Иногда понимаешь, что ты счастлив, только тогда, когда тебе наступили, когда тебе не наступили на ногу, но я так образом говорю. Вот смотрите, мы, вот наше поколение, без войны уже сколько живет, вот это счастье. Но многие этого не понимают, не знают, что такое война. Вот мы, мои родители, царствие небесное, они прошли всю войну, и мама, и отец. Для них счастье было, когда кончилась война. И они в этом состоянии были почти всю жизнь, что кончилась война. А мы этого не знаем, что такое война. Особенно молодежь, они вообще не понимают, что это такое. Им кажется, что война, это как компьютер на игре. Поэтому, пока им не объяснишь, что вы счастливы сейчас и пользуйтесь, этим миром, этой радостью. Они этого не понимают, и может и не поймут. Так устроен мир. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Для меня счастье, что состоялась наша программа, и рада была вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова